Друзья, всем привет! И мне нередко задают вопрос Что я делаю с уцененными орхидеями, когда приношу домой? Ну, точнее, мои первые шаги Как я за ней ухаживаю, какие действия и манипуляции я с ней провожу И вот прежде чем ответить на этот вопрос Я хочу сказать, что, во-первых Я не все покупаю уцененные орхидеи Я, ну, как знаете, как на смотринах Я выбираю орхидеи Я уже смотрю, чтобы на ней было поменьше живности Потому что нередко бывает, что орхидеи уценяют именно из-за того Что в самом горшке, в самой ботве, в грунте Достаточно много различной живности Но живность живности рознь Есть живность, которая вот совершенно меня не волнует А есть живность, которую необходимо при помощи каких-то специальных средств Удалять, избавляться от нее, потому что она наносит вред Другое дело, когда живность, которая абсолютно никакого вреда не наносит орхидеи Вот здесь орхидею, конечно, я без вопросов могу и взять У цененной орхидеи есть двух видов И я выбираю, стараюсь выбирать одну из этого вида Первый вид у орхидеи, это те орхидеи, которые в магазинах больные Зараженные, пораженные всевозможными болячками, болезнями и так далее и тому подобное Я, конечно, такие орхидеи не беру Почему? Потому что, ну, если есть возможность взять более или менее хорошую орхидею А не больную, то я беру хорошую орхидею Тем более, что цена у них одинаковая И второй вид орхидеи, это у цененных Это те орхидеи, которые просто отцвели И она в отсутствии цветочков, в отсутствии засушенном цветоносе Она стоит, уже попадает в раздел у цененных орхидеи Да, конечно, зачастую цена одинаковая Что у тех орхидеи, которые заражены всевозможными живностями и болячками И у той орхидеи, которая, ну, по крайней мере, в нашем магазине, да И у той орхидеи, которая просто отцвела и находится в стадии покоя Естественно, я покупаю те орхидеи, которые находятся в стадии покоя Почему? Потому что, ну, если есть выбор взять такую орхидею, я беру ее Больную, зараженную орхидею я не покупаю Хотя в последнее время, конечно, таких орхидей, больных и зараженных Ну, на данный момент все меньше и меньше Они в основном бывают в холодное время года То есть, после новогодних праздников орхидеи, которые остались После 8 марта орхидеи, которые остались Почему? Потому что, когда холодно и мало солнечного цвета Орхидеи наиболее подвержены всевозможным болячкам Так вот, я беру те орхидеи, которые просто отцвели Либо имеют какие-то механические повреждения Ну, например, там, листок оторвали, там, или цвета нос срубили Ну, всякое бывает Уронили горшок и повредили какую-то часть корней Всякое бывает Естественно, перед тем, как купить орхидею Я ее внимательно рассматриваю через этот прозрачный мешочек В который она укутана И, как можно сказать так, менее Менее в плачевном состоянии я орхидею покупаю Так вот, но всегда есть риск принести домой орхидею зараженную какой-нибудь бактериалкой Ну, или живностью Ну, на живность я особо, знаете, внимания не обращаю Потому что от живности, на самом деле, очень легко избавиться И об этом, наверное, будет мой один из отдельных видео, которые я сниму Итак, друзья, когда я приношу орхидею домой Я всегда, всегда ее досконально осматриваю Я никогда не бегу ее пересаживать Как некоторые архаманы советуют Что ее прямо тут же нужно пересадить Я никогда этого не делаю Почему? Потому что я считаю, что орхидея должна Два, три, ну, там, четыре дня Если она уже не цветет А просто, как бы, находится в стадии покоя Ее нужно просто поставить в отстойничек Это мое мнение Чтобы она постояла, отдохнула, привыкла Обвыклась к новому месту жительства Обязательно я Вот, посмотрите Обязательно я наливаю в горшочек Или в поддончик, в который ставлю орхидею Водички Чтобы хотя бы на 2-3 сантиметра Дно горшка находилось в воде И грунт был мокрый То есть, вот, 2-3 дня Она стоит у меня в отстойничке В отдельном На отдельном подоконничке я ее ставлю Она у меня стоит на подоконнике На отдельном, где нету других здоровых Домашних цветов Она у меня отстаивается За это время Обязательно на поверхность Влазит вся живность Которая могла бы скрываться Внутри этого горшка По виду этой живности Естественно, я уже определяю Что мне с этой орхидеей делать Одно дело, когда это просто подуры Для меня они вообще не являются живностью Другое дело, когда это мочничный червец Которым иногда изобилуют орхидеи Купленные в больших сетевых магазинах Здесь уже, соответственно Я готовлю необходимые препараты Все необходимое для последующей пересадки После того, как моя орхидейка Отстоится 2-3, а то и 4 дня На подоконничке Я ее уже после этого только пересаживаю Не раньше Почему? Потому что за это время Орхидейка начинает себя проявлять Не только тем, что у нее в горшке находится Но и своим поведением Потому что иногда Иногда Орхидея может произойти стресс То есть у меня вот один раз было Что я просто транспортировал Орхидею Из магазина К себе домой Было довольно-таки жарко Орхидея получила В том числе Солнечный ожог Она тепловой удар И естественно Вполне естественно Когда мы домой приехали Она через день Через 2 дня Потеряла тургор Она получила стресс Она начала вять Плохо себя чувствовать И конечно В такой ситуации Пересаживать орхидею Ну я не знаю Это наверное все-таки Чревато тем Что может она заболеть И погибнуть Поэтому конечно Орхидейка 2-3-4 дня стоит Я смотрю на ее реакцию Если она нормальная Все с ней хорошо То после этого Я приступаю к пересадке Почему? Потому что пересаживать орхидею Конечно нужно Когда она не в стрессе Другое дело Когда да Орхидея Вы взяли орхидею У которой гниют корни У которой желтеют листья То здесь уже как говорится Без хирургического вмешательства Не обойтись Поэтому да Здесь пересадка уже будет Она просто необходима Вот такие вот Скажем так Мои действия После того как я покупаю орхидею Если вот Как бы Подвести итог Это первое Я покупаю орхидею Только одного вида В хорошем В отсветшем состоянии Если мне попадается Вдруг Такое бывает Что Ну это не уцененки В основном Это там Из друзей Знакомых Кто-нибудь отдает Уже умирающие орхидеи Я их беру И Все равно Я ставлю на 1-2 дня Ее на подокончик В отстойничек И смотрю на ее реакцию Как она себя поведет Если ей становится хуже То конечно Я ее тут же пересаживаю И смотрю Точнее удаляю ту причину От которой ей стало хуже Потому что Ну всегда Как бы причины разные Это может быть и стресс От смены места жительства Это может быть стресс От смены Ухода за орхидеей Да То есть в одном месте Ее поливали Одним методом Вы ее домой забрали Начинаете ухаживать За ней другим методом Это смена освещенности Да То есть в одном месте Она стояла В светлом месте На искусственной досветке Принесли домой Она получает Уже естественную досветку Солнечную То есть это все тоже влияет На орхидеи Да Три попадания Из одного места И к вам домой В другое место Поэтому вот Мои шаги Безусловно Безусловно Я никогда Вот в 90 Нельзя говорить Что никогда Но в 99% Случаев Я орхидеи Не бегу Не тороплюсь Пересаживать Я обязательно Ее На 2 3 Ну максимум 4 дня Ставлю В отстойничек И она у меня стоит И я наблюдаю За ее реакцией Другое дело Когда вот вы Видели в прошлых Моих видео Мне попадались Уценочки В хорошем состоянии В цветущем состоянии И они были Уценены Лишь только потому Что потеряли Товарный вид Какие-то Цветочки У них опали Какие-то Цветоносы Были отломаны Но другие Цветоносы Еще цвели Где-то Цветочки Были пробиты То есть Такие орхидеи Конечно же Я не пересаживаю Пока они цветут Я даю возможность Им до Доцвести Либо Когда вот Орхидеи Становятся Значительно Хуже То тут Конечно Пересадка Безусловно Нужна В любом Случай Потому что Вот даже Вот кстати Недавно Мы с вами Пересаживали Орхидею Которая Попала Ко мне Цветущей Я ждал 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 Это было Модеус Помните Я ждал Когда она До Отцветет Но ей Настолько Хорошо Было У меня Ей Настолько Хорошо Понравился Мой Уход За ней Что Она И на Второй Год Начала Цвести И Второй Год Отцвела И даже Вот сейчас Мы с вами Пересаживали Цветущей Потому что Мне все таки Не дал Покоя Тот самый Горшочек Внутри С Прессованным Кокосовым Волокном В котором Она В детородной Была Посажена Он мне Просто Не давал Покоя Поэтому Мы с вами Ее Пересадили Я вам Ее снимал Видео Кстати Ссылочку Можете Посмотреть Кто еще Не видел На это Видео С пересадкой Этого Амадеуса Вот Бывают И такие Исключения Другим Исключением Тоже Является Наша Рыженькая Орхидея Но она Цветет Рыженькая Орхидея Это Золотая Рыбка Которую Я до сих пор Еще не Пересадил Потому что Она Еще Цветет И вот Другие Орхидеи Я пересаживаю Через 2-3 Дня А уже Как бы Пересаживая Эту Орхидею В грунт Который Тоже Не раз Я вам Показывал В видео Ссылки Тоже Есть Под видео Можете Посмотреть В процессе Ее Пересадки Уже Становится Понятным Каким Какой Способ Ухода Я Выберу За ней То есть Каким Способом Но способ Ухода У меня В принципе Один Точнее На какое Окно Я ее Поставлю Потому что Каждая Орхидейка По своему Внешнему Как бы Признакам Я Смотрю И вижу На какое На западное На восточное Окно Ее поставят Либо Поближе К свету Либо Чуть Чуть Подальше К свету То есть Каждая Орхидея Она По своему Индивидуальна Хотя Общие Какие-то Принципы Ухода За орхидеями Они Собственно Все равно У меня Присущи И вы Во всех Видео Это все Видите В общем Вот как-то Так Особых Каких-то Супер Способов Супер Секретов По первым Шагам Их нет Их в принципе Нет Есть просто Обычные Простые Правила Купили Любое Растение Это знаете Как инструкции По технике Электронной Если вы Принесли С холода С улицы Технику Домой Дайте Час Два Три Отстояться Чтобы она Приняла Комнатную Температуру И чтобы Не сломалась Так и с орхидеями Попав на новое Место Жительства Нужно просто Поставить ее Примерно Хотя бы В то место Где она Будет жить Последующие Несколько лет У вас Чтобы рядом Не было Здоровых растений Чтобы она У вас Постояла Отстоялась Два Три дня И только После этого В зависимости От ее Реакцию На смену Жительства И уже Пересаживать Если это Конечно Уже Отсветшая Орхидея И Она Такая В более Или менее Нормальном Состоянии То есть Вот такие Первые шаги Это Мои первые шаги Которые Я применяю Может быть Друзья У вас У кого-нибудь Есть Какие-то Свои Секретики Свои Шаги Делитесь В комментариях Оставляйте Своё мнение Под этим Видео Я Большое Спасибо Всем Кто Не остается Безучастным И делится Своим опытом Отвечает на вопросы Других подписчиков Моего канала Огромное Вам спасибо Просто Вам Я не знаю Огромный Бонус Такой Орхидейный Бонус Вам в карму За то Что вы Принимаете Участие А уже после пересадки Все остальные методы Полива И так далее Там подобное Вы все это знаете Уже есть в видео И не одно На моем канале Итак, друзья Не забывайте Ставить лайки Кто впервые На моем канале Подписывайтесь И вы будете Узнавать О всех Орхидейных Новостях На моем канале И Друзья До встречи В следующем видео Пока-пока Пока